Такие вот бисквитные футбольные поля, кубки, грамоты ожидали своего часа. В зале 12 команд, две возрастные группы с 14 до 18 и с 18 до 35 лет. Владимир Зайцев с товарищами из старой школы. О том, что будет проходить турнир, им рассказал тренер футбольной секции. Говорит, что не раз играли вместе, поэтому собраться проблем не было. Мне нравится, я кайфую на поле. Я могу, ну как, ну, я не знаю, здесь эмоции свои выплескиваю. Как бы с друзьями время много провожу на поле. Как бы для меня это важно. Турнир проводится во второй раз по инициативе молодых депутатов муниципального парламента, а также молодежного совета при главе города. Во-первых, это популяризация спорта в первую очередь, тем более каникулярный период. Команды могут быть сборные, значит это объединение. Совет молодых депутатов, как представитель молодежи, должен объединять молодежь. То, что она объединена в спорте, это, наверное, только одно из направлений. У турнира появились первые спонсоры. По сравнению с прошлым годом число команд-участниц увеличилось в полтора раза. Организаторы говорят, что желающих было больше, но не все успели оформить документы. Они необходимы по правилам организации таких мероприятий. Чтобы попасть в 100%, во-первых, нужно информацию довести до самих участников, собрать, пройти медобследование у врача, получить допуск. Потом пройти в страховой компании страхование и непосредственно явиться на начало мандатной комиссии. В городской администрации говорят, что любое спортивное состязание само по себе социально значимо. А данный турнир интересен, так как в нем принимают участие сразу два поколения. Встречаются поколения, которые друг другу передают опыт. Ребята смотрят, сейчас играет у нас старшая возрастная группа. Очень интересная игра, потому что многие здесь принимают участие. Хорошие специалисты в футболе, которые могут передать свой опыт, свою подготовку. И для молодых ребят, которые будут в дальнейшем играть, я думаю, что это также скажется на их нерезидентную игру. Сегодня в Анапе футболом, помимо спортивных школ, можно заниматься на многофункциональных площадках. Сегодня их более двух десятков в самом городе и сельских населенных пунктах. К чемпионату мира 2018 года будут построены две тренировочных базы, которые после окончания первенства останутся в распоряжении горожан и гостей курорта. Так что в ближайшее время число желающих показать себя на поле будет только расти.